Может взять... ...загнала эту самую Балашиху... Барб...барб...барб... Или как она там? Как ее? Барвиха? Барвиха. Да, вот это поразительно. А иначе было бы ощущение, что это как бы... Путь ясен. Ну, вопрос, дойдет ли она до выборов, потому что пусть Нин-то думал тоже, что он дойдет, а не дошел. Ну, я не сравниваю их, конечно, но тем не менее. Некая Надежда Лебедева. Возникла вместо Почнина. Какая-то общественная организация, вот это вот... Я в этих народных фронтах... А, народных фронт? Да, да, что-то вот... В общем, общественный деятель. Име, которое, собственно говоря, никак не известно. Непонятно, почему вот эти вот внезапные отклонения такие... Или это отражение действительно бульдогов под ковровку. Ну, а что вот натяка? Это же ясно, что это отражение. Даже меня не интересует право выборов. Интересует сам факт, которому придан официально. Депутаты тоже в шоке все. Ну, да. Они же считали себя негласными. Ну, опять, какого депутата-то взяли в жертву? Естественно. Да, выбрали-то не Макарова, которого можно за более чем... То есть там бы была бы история-то пошумнее. Конечно. Не, ну, это все так, как бы, да, робко. А то, что с другой стороны, жестко. Может быть, это такое пристегивание свиты? То есть такая порка свиты, чтобы другим было... Ну, вообще, насколько я понимаю, вообще у сегодняшней власти как бы политика управления с помощью папочек на каждом. Каждый скелет в шкафу и занимается, когда я хочу. Это действительно довольно эффективно. На короткое время. То есть их к ноге. Да, страх. А с другой стороны позволяют воровать и пользоваться всех нашим шикарными делами. Но... Но под контролем. Они же нюхом понимают, в каком случае этот скелет достанется. Конечно. Просто мне кажется, что там нет какой-то стратегии логической. Вот, а там логической. А какой какие-то немножко судорожные... Либо некая жесткость, либо, наоборот, это судительство какое-то... 11 часов 5 минут. В студии Татьяна Троянская. Действительно особое мнение. У нас сегодня профессор Лев Щеглов. Лев Месич, здравствуйте. Доброе утро. Нас можно видеть на фейсбуке, на нашей странице «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге и присылайте смс на номер плюс 7921-970-2240. Сегодня 30-летие Чернобыля. И у меня данные в ЦИОМа перед глазами. Оказывается, современные атомные электростанции могут обеспечить безопасность граждан. Во всяком случае, если верить в ЦИОМу, как я уже говорила, в этом уверены 73% россиян. И вот вы к какому числу относитесь? К 73% или к оставшимся 27%? Нет, я отношусь к 27%. И вообще все эти цифры действительно требуют одного из двух подходов. Либо недоверие, потому что ЦИОМ иногда, мягко говоря, не безупречен в своих великих статистических выкладках. Либо в ЦИОМ фиксирует какой-то сверх оригинальный парадокс, происходящий в головах большинства россиян. Недавно ведь в ЦИОМ заявил, что 83% россиян якобы ответили, что они счастливы. Понимаете? В принципе, счастливы. Да. Вот как? Вот послушайте. Мы все ходим по улицам, мы видим лица людей. А это Петербург. Москва, Петербург. А ведь Россия еще кое из чего состоит. Мы видим эти страшные автомобильные склоки, людей сбитыми, коммунальные скандалы, тяжесть, нищету многих. А большинство счастливы. Еще раз говорю. Либо это та самая статистика, о которой писали Ильф и Петров, либо, ну, это просто какой-то социально-психиатрический феномен, если это так. Чернобыль, я просто помню, он был вчера фактически. Как на фоне этого предполагать, что ничего больше никогда не случится? Ну, каким образом в голове у людей уживается? С одной стороны, любой человек у нас, любой политической ориентации. Он скажет, что у нас обязательно на авось все, бесхозяйственность, воровство, о котором даже официальная пресса просто ежедневно, десятками выдаёт информацию. И на этом фоне полностью доверяю, а там все в порядке. Ну, вопрос, зачем это нужно в целом? Если это политические игры, поверьте, если человеку 185 раз сказать, что ты счастлив, и ты веришь в то, что будет все в порядке, часть из людей станут счастливы и будут верить, что все в порядке. Может быть, если неплохо, такие буддисты внутренние, внутренняя гармония, и всё равно, что вокруг происходит, внутренне я сбалансирую. Если это буддисты, а если это гипнозы, которые всегда заканчиваются? Я вот именно про данные, про то, что атомные электростанции могут обеспечить безопасность граждан. Вот это для чего? Для того, чтобы убрать страх перед этими атомными? Ну, конечно. Мы же, потому что помним, Чернобыль, это же была, ну, фактически мировая катастрофа. Ведь, кроме того, что до сих пор несчастные чернобыльцы там бьются за свой льгот, и речь же идёт о десятках, наверное, сотнях тысяч. Четыре тысячи только в Петербурге. Вот мы сегодня. Понимаете, до сих пор вот это эхо отражается. Но мы же помним, как от ужаса взвились приграничные государства. Это может быть страшной катастрофой. Ну, а зачем, как бы, об этом думать, если вот солнце светит, вроде бы машина работает, жена дома ждёт. Ну, всё шикарно. Ну, понимаете, самое страшное, мне кажется, что этот саркофаг, о котором сейчас, сегодня вспоминают, как мы выяснили, он хранится только 30 лет. И срок хранения этого саркофага подошёл к концу. Мало того, что специалисты говорят, что он недолжным образом сохранялся, уже и срок годности его исчез. И нужно что-то делать для того, чтобы... Совершенно верно. Поэтому у меня лично, да, так как это особое моё мнение, не более того, у меня лично вызвало бы и успокоение, и доверие, никакие-то эмоциональные всплески. Веришь, не веришь. Ну, детская игра. Верю, не верю, плюну, поцелую, любит, не любит, отрывать листочки. Если бы действительно это убедительно, причём с независимыми экспертами какими-то, пользуясь вот этими замечательными каналами информации, к которым прилипает вся страна, а именно федеральные каналы, если бы это было убедительно изложено. А когда это говорится о том, что большинство верит, и всё тут. И вы верьте. А мы, какие-то там начальники, о вас с вами позаботимся. Вот это меня не устраивает. Ну, это такое внутреннее успокоение. Да. Но есть люди сегодня, которые, увы, живут больше эмоциональной сферой, нежели мыслительной. Потому что включать разум сегодня, это значит быть сомневающимся. А это неудобно, это некомфортно. Верю и всё. Причём, подчёркиваю, речь идёт отнюдь не о религии. Я глубоко убеждён, что большинство тех, кто сегодня резко стали религиозными, и сами себя уверили, что они религиозные, вчерашние коммунисты, скажем, да, они ведь не религиозные. Это влечение к мистике. Поэтому, скажем, в храмы на важные, обязательные службы ходят там 2-3%. А вот когда привозят какие-то мощи, и я к ним прикоснусь, и у меня пройдёт бесплодие, а у меня исчезнет остеохондроз. Это не религия, тем более не христианство. Это язычество и мистицизм. Ну да, и эффект плацебо, кстати, тоже никто не отменял. Ради Бога. Может быть, действительно, кому-то и станет лучше. Только не нужно одевать это в одежды религии. Ну вот Юрий пишет, не понимаете, вы не понимаете, у нас же скоро будет открыто Министерство счастья. Саму Туенко сказала, и мы ей верим. Ура! А я, конечно, не слышала, говорила она про Министерство счастья. Да, да. Она об этом говорила, потому что, если я правильно помню, в Эмиратах Арабских, якобы, я не знаю, с её словом, но для этого надо, чтобы гражданин России жил так, как у Эмиратах для начала. Это первое. Второе. У нас совершенно другая философия. А в третьих, я бы сказал, что Валентина Ивановна каким-то очень тонким троллингом занялась, потому что тут уж хочешь-не хочешь приходит на ум этот самый замечательный Орвелл с Министерством правды, с счастья, который... Антиутопия. Это смешно. Ну, интересно, включат ли свои мозги наши граждане вот этой информации. Министерство внутренних дел закупает акустические системы, пригодные для разгона несанкционированных собраний. Накануне выборов силовики готовятся к протестным акциям. Это мнение оппозиционеров. Соответственно, эта система предназначена для создания определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка путем дистанционного формирования инфра-низкочастотных колебаний, влияющих на центральную нервную систему. То есть, изделие должно создавать нелетальное воздействие на нарушителей правопорядка и экстремистки настроенных лиц. Желаемая дальность действия до 60 метров. Время работы не менее 4 часов. Мне как-то страшновато, честно говоря. Если в таком виде это начнет применяться, я, и не только я, думаю, что это приведет к катастрофическим последствиям. Сейчас постараюсь объяснить. Значит, во-первых, вот эти характеристики для людей с неустойчивой психикой, они могут их ввергнуть в такое состояние стресса, когда человек может просто выпрыгнуть с балкончика, где он стоял и наблюдал, как у него какая-то демонстрация около дома. Не говоря уже о демонстрантах. Это первое. Второе. Мой коллега и товарищ профессор и доктор меднаук, врач лор, известный руководитель клиники медицинской части 122 Яков Накатис дал комментарий, не помню какому какому изданию, где он, как врач лор, говорит совершенно четко, что по тем техническим характеристикам могут лопаться барабанные перепонки. Это нанесение увечий. Да? И стоит под вопросом люди с аритмиями сердечными, с кардиостимуляторами, которые на это могут реагировать. Что из этого следует? Из этого следует то, что возможно подобные пугалки адекватно предположим, когда действительно идет такт массового хулиганства. Я не знаю, нападение на административные здания, полицейские участки. Да. Без вопросов безусловно. Второе, я бы сказал, конечно, скажем, крепкие молодые люди, которые это могут выдержать и их просто это остановить. Фанаты, националистические какие-то там, спортивные молодые люди. Но вы представьте себе, что выйдут протестовать против резкого скачка ЖКХ бабушки, а некоторые еще и с детьми. Вообще, об этом кто-то думает или нет. Значит, опять же, не дай Боже, начнут думать после того, как получат ряд трупов или искалеченных людей. Вот и все. А подобная установка имеет право на существование. Как ее применять начнут? Вот в чем вопрос. Ну, написано для разгона несанкционированных собраний. Очень опасная формулировка, потому что, еще раз хочу сказать, садоводы выйдут, потому что их строительная компания выдавливает с их несчастных шестисоток. И это будут бабушки, дедушки и дети. Это будет санкционированное калечение людей, потому что они будут инвалидизироваться после таких штук. Если же это опасные преступные действия, да, правомочные. Если это, опять же, крепкие молодые люди, ничего, испытают шок, потом оклемаются. А последствия от шока могут быть, ну, я не знаю, прошел месяц, парень пришел в школу и расстрелял, там, условно говоря, своих одноклассников. Может быть, может быть, но об этом же не хотят думать. Это же как бы, мы вообще, мне кажется, сейчас живем у нас в период тактики. Стратегически никто не думает. Главное сегодня разогнать. Вы понимаете, коль мы эти темы коснулись, я совершенно не буду оригинальным. Ведь это показали и ужасы, происходящие в Румынии, в Ливии, когда в обществе нет канала выброса определенной энергии, скажем, несогласия. В самом замечательном обществе есть несогласие. когда перекрывается один канал, второй канал, третий канал, то, условно говоря, 80% злобно щелкают зубами и сидят на кухне, никуда не высовываются и объяты, скажем, страхом, а, предположим, 20% молодых, горячих, глуповатых, радикализируются. То, что было с кружками, с старшим братом Ленина, чем он закончил, что тут попишешь? Для тактического действия, я понимаю, даже сама информация многих может отпугнуть выходить на улицу. А стратегически, что произойдет, когда вдруг какая-нибудь бабушка, и об этом узнают все ее родня и какие-то там еще знакомые, просто-напросто ляжет там посреди после этой ударной звуковой волны. Об этом не думаю, потому что задача разогнать, она будет выполнена. Но получается, они о себе тоже не думают, потому что эти члены нацгвардии, они же тоже будут поддаваться вот этой... А это свойственно, к сожалению, вообще людям не очень думать вперед. Ведь так же тоже можно сказать, ну вот полицейский бежит с дубинкой и вдруг встречает свою тетю родную. Однако бегают, ну вот так вот, так надо. Не очень у нас сейчас общество готово вообще к размышлению, к представлению о том, как будут жить наши дети и внуки. Вот надо выполнить сегодняшнюю задачу. Все. Я только отмечу, что в самом техническом задании говорится, что оно будет применяться в отношении биологических объектов. То есть Ну а каких еще? Ну да, нет, ну просто забавно. В отношении деревьев или и то это биологических объектов. вдруг у вас станут микробы или насекомые. На всякий случай, да, чтобы на животных это тоже распространялось, потому что все возможно. Не, ну мы будем надеяться, что вы понимаете, как бы ножи продаются в охотничьих магазинах и все-таки только малая часть безумцев покупают или для того, чтобы вонзить кому-то в горло. Будем надеяться, что последствия теми, кто принимает решение, будут рассматриваться. Потому что в таком виде да, задача будет стратегическая проиграна по последствиям, тактическая выиграна. Ну я только еще хочу отметить, что начальная цена контракта составляет 5 миллионов рублей. Это одна установка стоит столько? Да. Начальная цена контракта этой системы. Вообще, когда у нас мы сейчас говорим о цифрах, я могу сказать, что достаточное количество лет прожил, но у меня такое ощущение, что вообще ничего не понимаю, потому что когда какие-то украшения даже города стоят жизни 100 детей, мне это непонятно. значит это какие-то совершенно другие приоритеты, которые осознать я не в силах. Мне почему-то кажется, что запредельная коррупция, какие-то эти откаты, какие-то миллионы, миллиарды, которых все мало этим многим уже, это не 100 человек, и не тысяча, и не 10 тысяч, они бы еще более-менее как-то просматривались вяло на фоне благоденства, на фоне того, что только заболевает ребенок, начинаются какие-то позорные сборы денег по 100 рублей с тех же бабушек, у которых опять же пенсия, не дает возможность вставить зубы и прочее. Мне вот эти непонятные вещи. Поэтому вот вы сказали 5 миллионов одна установка, сказали бы 50 миллионов, я прореагировал так же бы. Но мне кажется, что любой миллион в момент экономического кризиса, он все равно болезненно воспринимается на фоне того, что происходит. Я даже не говорю про страну, я говорю про Петербург, в стране еще хуже. Конечно, ну конечно. И я не очень понимаю, в чем же в кризисе вообще все должны экономить. Мы, я помню, по крайней мере, что во время Второй мировой войны это был акт настоящего патриотизма, когда люди несли последнее цепочку, перстенек оставшийся от бабушки. Сейчас тяжелое положение. Я не вижу, что вы логично ужимались в этих страшных и бессмысленных тратах. Не вижу сокращения чиновного аппарата. Мне почему-то кажется, что можно кое-кому прекрасно прожить на 300 тысяч рублей, а не на миллион в месяц зарплаты. Вот меня это несколько удивляет. К сожалению, большинство людей, они как-то уже приняли такую модель, что некая несправедливость это просто часть нашей жизни. И если ты патриот, ты должен не бороться с этим, а наоборот принять. На них же ответственность. На нашей власти лежит ответственность. Не, а мне один человек такой случайный, он сказал, ой, бросьте, и вы, и я были бы наверху, так же бы и воровали. Вот это страшная психология, но она как-то парализовала людей, с этим ничего не сделать пока. Ну, вот вопрос понимает ли это президент или нет, я не знаю, но Владимир Путин накануне заявил, что участие иностранных фондов образования может быть опасным. Вот почему-то в этом он уверен, он сказал на форуме ОНФ и ранее многие НКО, которые поддерживали российскую науку и занимались просвещением, были вынуждены прекратить деятельность из-за того, что их признали иностранными агентами. Я так понимаю, что это очередной еще движок в сторону того, что было. На мой взгляд это очень плохо. Очень. Видимо, есть какие-то вызывающие у президента доверие источники или люди, которые усиленно его подготавливают к тому, что Герцен в свое время говорил, что бедой для России может быть отсечение от Европы. Как бы от цивилизационного такого. Это очень странно, потому что предположим, да, предположим, есть во всем мире есть спецслужбы и какие-то под видом участия в образовательных процессах что-то хотят свою минуточку. А где же наши бесконечные спецслужбы, которые тьма? Ну, надо дать им задание потщательнее смотреть или вообще как бы закрыть то, что Петр I тщательно сам ездил, тащил сюда голландских плотников, немецких врачей, фармацевтов. Послушайте, это идет повторение 18 века. Ведь тогда все началось, то, что величайший русский философ Соловьев называл бедой и опасностью для России особнячеством. Вот особнячество отрезается. Подождите, смотрите, насколько я помню, фонд Зимина, по которому вообще сотни ученых, студентов получали гранты российских прицепились к нему, что он свои деньги из-за рубежа направлял, потому что часть денег он как бы там держал. И формально что знать, ну закрыли, кому стало лучше, вот кому интересно, никому, кому стало хуже, этим сотням студентов и исследователей и самой стране. чего-то у нас с нобелевскими лауреатами по сравнению со страшными США, чего-то в 50 или 60 раз за последние несколько десятков лет. Баланс не в нашей пользе. Ну как же от этого отрезаться? Причем даже иногда американские ученые родом как раз из нашей страны, но получают уже теряясь. Они побежали туда и там спокойно. Поэтому это плохой очень симптом, мне кажется, кто-то там что-то нашептывает, не знаю в каких интересах. Это симптом, который говорит, что наука, образование, культура и медицина, которые и так переживают очень сложные времена. У нас же снижается финансирование, которое и так было безобразно, слабо. Ну теперь еще. Сейчас же как раз это президент сказал, сейчас же рьяные всякие чиновники просто на перегонки побегут. С покрикиваниями я первый вот закрыл это, а я вот обнаружил вот этого. Получается, что они не связывают свои судьбы с Россией вообще никак. Послушайте, они же не глупцы. Если у них дети там, активы там, виллы там, ну что им лично угрожает? Ну будет здесь плохо. Ну основное их обеспечение там, это же известно, без всяких Навальных, без всяких оппозиционеров это известно. Поэтому я не вижу здесь никаких противоречий. Возможно ли вновь сооружение вот этой страшной конструкции и железный занавес сейчас в наших условиях? ведь это же ну пока с трудом Думаю, как калька невозможно. И даже вот я знаю, что бывает иногда вот такой тоже истерический немножко у либералов вопль, что все, завтра будет ГУЛАГ, Северная Корея, даже если бы была мощная воля, которую, честно говоря, не видно. Это нереально. ГУЛАГ работает тогда, когда основной инструмент это лопата. В эпоху компьютеров это нереально. Или действительно тогда надо Россию просто накрыть каким-то прозрачным куполом, который гасит все сигналы, вообще все, интернет кончается, телефонные звонки. Ну, это уже просто невозможно. Но какие-то точечные обозначения, да, да, мы их наблюдаем, к сожалению. Ведь один из парадоксов состоит в том, что любой, даже вот всецело как бы верящий телевизору, он понимает, что у нас проблем очень много в стране. Очень много. Если на прямой линии с президентом 16 лет люди повторяют одни и те же вопросы, но это же косвенное свидетельство стагнации, да. и все все равно этот любой обыватель понимая, что у нас все плохо, он из телевизора все время слышит вопли, что там творится в Голландии, во Франции, в Соединенных Штатах, Украина совсем сгнила, Молдавия, эстонцы негодяи, поляки вообще-то. Но это же жить помогает, может быть, поэтому у нас ощущение счастья, потому что везде еще хуже. Это, знаете, напоминает строчки «Тихим счастьем идиота и виденьями томим». Если мы хотим вот этим томиться всем, да, конечно, ну, а еще проще вообще сойти с ума, потому что галлюцинации, они бывают прекрасные, они не всегда пугающие, угрожающие. Такие райские, все. Тут не знаешь, куда попадешь, в райские или наоборот, поэтому... Я бы просто даже с профессиональной точки зрения в любом случае власть налево хочет вести страну направо, но я бы все-таки чуть-чуть апеллировал больше к разуму людей, нежели к эмоции. Эмоции можно сорвать. вот эта агрессивность, это же сугубо эмоциональное состояние. Это особое мнение профессора Льва Щеглова, номер, на который вы можете присылать сообщение плюс 7-9-2-1-9-7-0-22-40. Юрий, конечно же, мы поняли, что вы иронизируете по отношению к Министерству счастья. Мы вернемся через несколько минут. Так, сейчас про РБК надо. Про что? Про РБК. Ага. Ага. Ну, как вы считаете, Интерпол как-то отреагирует на Подарковского международное? Нет, думаете. Думаете. Думаете, что нет. Чистая политикация, потому что 17 лет не могли исследовать это общество. А теперь, когда он открыл рот, стали исследовать на поверхность. Тебе, я думаю, что изъявление тоже довольно странное. Ну, да. Ну, ху-меть стало. Тут же еще публикация по поводу Сердюковского зятя. А? Ему опять не нашли. Опять с него собирают документы. Просто до какого момента это продолжится? То, что он как раз пошел. Ну, нельзя этого. Он просто покой и чем-то платит. Не нужно. Семахер Жатков. Женец, жатков. Зачем он у нас так платит. Семахер Служил в армии, ну сразу, значит, на него можно положиться, извините. Просто тут с Таней обсуждали, что, может быть, я старею, извините, что я хотел сказать про обоих, но мне удобнее работать с людьми, которые служили в армии, чем с молодежью. Молодежь борзая какая-то, извините, все время. Ну да, да. Тот, кто прошел более-менее прилично. Нет, там безответственность скорее. Я еще раз говорю, кто армию прошел без тяжелых последствий, он все-таки как-то дисциплинирует. Ему говорят, что тебя 10 минут. За 10 минут пополнился от армии. Для меня это известно, из своего опыта. Но кое-кто же оттуда растерзан. В том триеле, да. Да, там строго, как сейчас помню. Галифе складывать ширинкой к окну. Почему? А вот так. Попробуй, попробуй. Понятно. Да. Так по натику вообще ничего, да? Нового? Нет, я не могу понять. Депутат не должностное лицо. Писать эти запросы мог не только натяг. Почему? Ну, нифига. Я понимаю, зачем он деньги брал, если он брал, он брал скорее всего. Компания. Компания. Конечно. Но это тоже незаконно. Вообще правильно, в законе взятка, это предполагает обязательно должностное лицо. Да. А это не должностное лицо. Ну, это может быть вымогательство. То есть, если мне дают взятку, ну, там, условно говоря, взятку... Врачу вы не можете дать взятку. Потому что... Вы можете дать взятку только главному. А, а врачу это... То есть, если ко мне придет в ночах деньги давайте, то меня посадят, а тебя нет. Хорошо, я заместитель главного редактора. Вечерний, это имеется в виду тот, который в час дня будет? Нет, мне в 17.45 за то, что это. Три минуты. Хорошо. Продолжаем программу «Особое мнение». Профессор Лев Чеглов у нас в студии. И давайте про РБК поговорим. Потому что, возможно, Михаил Прохоров лишится РБК. И есть слухи, что Кремль его к этому двигает. И Кремль в этом не признается. Ваше мнение? Ну, собственно, мы с вами до перерыва говорили, что желательно включать все-таки как бы не столько чувства, сколько разум. Насколько я понимаю, причинно-следственная связь совершенно ясна. В РБК в последнее время появлялись очень острые материалы. Возможно, даже излишне острые. После этих материалов сразу же вдруг обыски. Ну, мне кажется, для людей, живущих в современной России, это обычная схема. То есть это дети Путина и панамская история. Мы же с вами прекрасно понимаем, что, например, даже когда ты ругаешься с каким-то человеком, надо все-таки контролировать. Вот есть какие-то из оскорблений, которые просто обязательно приведут к битве уже физической. То есть есть всегда какие-то темы, которые гласно, негласно, они особые. Мне кажется, что РБК притронулся к этим темам. Притронулся. Что значит, мне кажется, это объективность. Это первое. Второе – идут обыски. Третье – сейчас говорится о перепродаже всего этого холдинга. Ну, какие тут могут быть выводы для людей, которые способны решить задачу про пункт А и пункт Б. Мне кажется, все ясно. Ну, Лев Масич, вы же сами сказали, они не глупцы. Ну, почему же так все шито белыми нитками? То есть, понимаете, если я, человек, который не понимаю во всяких этих политических интригах ничего, вижу о том, что вот и вы сейчас все объяснили, все настолько банально. Это же какой-то детский сад, понимаете? Цель оправдывает средства. Я думаю, что там же свои аналитические центры. И не исключаю, опять же, что там, условно говоря, первые там 3-4-5 лиц, они даже ведь не очень понимают ситуацию. Они ее видят ровно так, как описывается в дайжестах, в красных там папочках. Не исключаю, что это подан как бы… Сейчас же обожают эти все слова. Сигнал, месседж, что это подан сигнал многим, что, ребята, не шалите. Не шалите, иначе будет так-то и так-то. Ну, я правильно понимаю, что это уже минус одно издание? По крайней мере, я думаю, что по остроте изложения точно, а то, что, может быть, все-таки оно сохранит какие-то элементы свободы в других сферах, вполне возможно. Ведь коллектив вряд ли весь разбежится. Да, и, кстати… А не факт, кстати. Новый начальник и, может быть… Полная смена. Как это случилось с РИА новостями, да? Ну да, и НТВ в свое время. Трудно сказать, не могу. Гадать, гадать не могу. Да, и как раз из этих странных последовательностей главный редактор немедленно ушел в какой-то длительный отпуск, хотя не собиралась в Ситинской выходить. Ну, все же, как бы, четко и ясно. Интерпол пока не комментирует заявление Генпрокуратуры о возможности объявлениях Дарковского международной розыск. Инициатива исходила от российской стороны, но Центральному офису Интерпол не хватает документов для начала процедуры. Об этом представитель Генпрокуратуры Александр Куриной сообщил. Ну что, документы соберут и вперед, или нет? Как на ваш взгляд? Да нет, мне кажется, это игры. И глубоко убежден, что это игры каких-то людей в погонах, чтобы доказать сверхверность и сверхугодливость верховному голоднокомандующему. Так мне кажется. Потому что, мне кажется, что это бесперспективно. Потому что, опять же, если рассуждать логически, очередное Ходорковскому предъявлено обвинение в том, что он совершил уже лет 18, что ли, 20 назад, минуточку. Он 10 лет сидел в тюрьме. За это время что, не могли это доказать все? Нет. Тогда это не звучало. А тогда звучали всякие нефть, деньги. Он всю нефть своровал. Потом он со сворованного еще не заплатил налоги. И только вот эта история и каталась. Дальше, действительно, он был чуть раньше освобожден. И это был очень гуманный шаг. Потому что связан был с болезнью его мамы. Смертельной. И он успел с ней увидеться и попрощаться. Все очень хорошо. А дальше пошли политические игры. Якобы он сказал, что он не будет заниматься политикой. А то, что он сейчас делает и заявляет, мы расцениваем. Мы, в смысле, российские власти расценивают, что он нарушил слово. То есть, это ответный удар. Вот и все. Удар довольно нелепый, на мой взгляд. Но зачем нужно было генпрокуратуре сдевать эту историю, если генпрокуратура понимает, что... Чтобы начальство погладило по головке. Но это же позор, если Интерпол откажется, нет? Это потом будет позор. А пока вот мы его в розыск. И вот, опять же, не очень понимающие люди. Вот представьте себе, какая-нибудь бабушка сидит. Я ее отнюдь не презираю. Ну, бабушка какая-то в райцентре. Вот она услышала. Она искренне считает, что послезавтра два полицейских, младшие сержанты, старшина Ходорковского под белые руки ведут в ближайший участок. Я не исключаю, что это, еще раз говорю, что принятие подобных... Во-первых, вот у нас многие полагают, что вот такие вещи все решает президент. Это невозможно просто по... Но он же контролирует или невозможно не контролировать? По времени невозможно тоже. Сутки его должно 50 часов составлять. Нереально. Глубоко убежден, что те, которым он доверяет, и те, которые не раз свою преданность доказали, они уже как бы несколько своевольничают. И мы знаем это даже по его оценке в прямой линии главы Чечни. Вдруг у него прозвучала критическая оценка, хотя казалось, что тут уж такая связка мощнейшая. Поэтому это говорит о том, что создана некая такая мощнейшая вертикальная система, где очень многие чиновники полагают, что раболепие и угадывание... А ничего нового, так было 300 лет в России. Угадывание желания начальства принесут бонус. В крайнем случае, ну, по-отечески пожурят. Потому что как бы в правильном направлении идете, товарищи. Но погорячились. Погорячились. Надо было согласовать все-таки. Надо было подумать о последствиях. А может быть, наоборот, царь-батюшка скажет, вот какой Бобчинский-то молодец. О, знаю я, что существует такой. Но потом многие уже могут потом забыть, что там с Интерполом главная заявка, да? Совершенно верно. Так же как... Вообще, это у всех, и у нас с вами память очень короткая. Мы настолько сейчас живем в бурном и яростном мире, что вот как бы буквально как волны по песку, вот завтрашние события чуть-чуть сотрут уже сегодняшние. А позавчерашние помнят профессионалы только, журналисты, историки и так далее. Ну, знаете, так же вот как с этой историей о фильме, да, который покажут 3 мая по поводу гибели Боинга. Сначала возникла информация о том, что речь пойдет об ответственности Украины за гибель Боинга. И только вчера BBC опровергла информацию, да, что там речь пойдет об ответственности украинской стороны. И просто Санди Экспресс неправильно заложила содержание программы о версиях крушения. И заявление подчеркивается, что в этом фильме сбалансировано и изложено противоречащие друг другу утверждения о судьбе рейса. Но вот сегодня открываю газеты, и там уже обсуждается именно та версия. То есть первое слово, оно дороже второго, понимаете? Конечно, конечно. И первая версия, она как-то так активнее обсуждается. Ну да, здесь есть две ипостаси. В отличие от, хотя я, честно говоря, таких совсем безумных либералов не видел, но якобы, представим себе, существуют те, которые считают, что на Западе, в Европе, в США вообще благодать и все блестящее, и все без сучка и задоринки. Ну, конечно же, не так. Там есть достаточное количество идиотов. Там есть достаточное количество людей психически, мягко скажем, несбалансированных, купленных и кого угодно. Поэтому версии могут быть представлены какие угодно. Другое дело, как, теперь второй аспект, как эту карту как разыгрывать? Когда вот вся колода, а мы берем только четыре дамы и говорим, вот такие карты, все из дам состоят. Вот это уже манипуляция. Поэтому я вполне допускаю, что какой-то центр, какой-то человек вполне имеет право эту версию рассматривать, публиковать, издавать и прочее. Но заявлять, что это официальная позиция BBC или Англии, или какого-то объективного расследования, это уже передергивание. Это, опять же, относится к пропаганде. Обычный человек слышит то, что ему в данном случае говорят. А что ему говорят? BBC и Англия считают вот так, точка. Все. А, ну, ребят, ну, все. Самое главное, не забывайте думать. Экс-глава городской избирательной комиссии Петербурга Алексей Пучинин, ушедший в отставку на фоне проверки контрольно-счетной палаты, опубликовал в Фейсбуке пост с благодарностью за поддержку и призывом ни о чем не жалеть. В Петербурге любит искренность, пишет Пучинин, больше, чем где-либо, и бьют за нее жестче, чем где-либо. Но выбора между тем быть искренним или прогибаться не бывает. Город не искренних не бьет, но не хранит. Говорит Пучинин и сказал, что он больше стал любить свою малую родину, это Тамбов. Назвал Тамбов местом душевных и порядочных людей и попросил всех помолиться за него на страстной неделе. Безвкусный человек, таки романтик, поэму написал, да? Причем думаю, что если бы его изгоняли из Тамбова, он бы написал, что вот за неискренностью тамбовцев он уходит, а впереди Петербург, который колыбель человечества и великолепнейший город. Ну, смешно. Просто смешно какие-то розовые выделения из носа. В чем его искренность? Кто это знает? Почему с выборами все знают дикое свистопляско? Почему счетная палата имеет кучу финансовых претензий? Почему у него какие-то там... Он хотел сделать как лучше, а система не позволяет. Да, да. Это совсем сейчас не про него, но описан классиками Ильфовна Петровна, голубой воришка Альхин. Он тоже очень искренне все делал. Ему было стыдно за то, что он делает, но он... Да, да, да. В старушке ходил. Он стеснялся и свое дело делал. Искренность. Это было особое мнение профессора Льва Щеглова. Спасибо. И мы с вами увидимся уже в конце мая. В конце мая, да. Спасибо. Удачи. Хорошо. В 12 у тебя ничего нет. В смысле, да. Внимание. 11 часов и 47 минут. Северная столица. Микрофон Валерия Нечаева. Слушайте информационную программу. Вот темы выпуска. Город Беркун Петербурга временно возглавила представителя Общероссийского народного фронта. Надежда Лебедева будет исполнять одежность и вместо...